Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас особенный гость, постоянный участник рубрики «Открытый микрофон», трейдер, создатель проекта «FX Coach» и партнер компании «Маркетс» Александр Котин. Александр, приветствую тебя! Привет, Артем! Спасибо, что нашел время уделить его сегодня нам. Поговорим о трейдинге. И первый вопрос, который я задаю всем, это самый интересный вопрос, понятие, как мастер, в данном случае ты, который сейчас является профессиональным трейдером, оказался вообще в этой стихии, пришел на финансовые рынки. С чего начался твой путь? Может быть, кто-то вдохновил, может быть, ты что-то увидел, прочитал, узнал и после этого понял, что финансовые рынки – это та самая сфера, в которой ты будешь дальше развивать. С чего началось все? Начиналось это все очень издалека. Я могу издалека начать. Я еще впервые познакомился с Форексом в 2005 году. Тогда у меня был один знакомый. Мы работали в, скажем так, мы продавали профессиональную косметику в салоны красоты. Вот. И, короче говоря, я смотрю, у него компьютер, он там какие-то графики смотрит. Как сейчас помню, это был компьютер Samsung, такой еще тонкий, из какой-то такой первой серии, из первой такой пошел. И была Nokia, причем Nokia, которая также открывалась, как ноутбук, 88.00 или что-то такое. Я не помню все эти модели Nokia. Ну, короче говоря, еще не было даже 3G-связи. Но 2G уже было, и я помню, как он соединялся с этим компом через этот телефон, чтобы посмотреть графики. Вот. И я у него спросил, что это за графики, там, что-то как-то про Форекс, как-то я слышал, но вот не так сильно. Потом начал задавать вопросы, он сказал, ну, тебе, типа, это не надо, ну, не приставай ко мне с этими вопросами и все такое. Я решил сам в чем-то попробовать разобраться, как-то подойти к этому. И, а у меня была вообще древняя машина, ну, как машина, имеется в виду компьютер, да, еще с кинескопом, который соединялся с интернетом через модем с такими характерными звуками. Ну, модем имеется в виду, который через телефонную линию проводную соединяется с интернетом. Да, я понял. Вот. И я начал ковыряться в интернете, там что-то распечатал, и вот одна из книг, которая мне попала в руки, это был «Торговый хаос». Вот именно тот первый «Торговый хаос», где было про волны Иллиота, про там индекс облегчения рынка, вот это все. Я ее распечатал, и в свободное время я ее читал, то есть прям вот эту распечатку, потому что купить книгу вот там такую, да, было вообще нереально. Ну, это, кстати, «Торговый хаос» в оригинале на английском, которая вот самая первая. Я ее поддержанную купил в этом году на Амазоне, потому что новую не найти. И причем она пришла без суперобложки, вот. Я все три книги купил в оригинале с Амазона, там вошлось где-то, ну, тысяча одиннадцать рублей примерно. Ну, там книжка недешевая. Ну, да. Много говоря, и вот тогда я эту книжку, я ее читал в русском переводе, я ее распечатал, у меня была такая вот стопка листов, просто распечатанных на принтере, чтобы было удобно это все листать. Ну, не всегда был компьютер под рукой, не так были мобильные компьютеры еще распространены. В общем, я начал с этой книги. Потом я что-то пробовал применять, да, я открыл какой-то, я открыл счет в какой-то компании, которая наверняка уже не существует. Это была региональная какая-то компания, местная в Екатеринбурге, с корнями офшорными. Ну, я не помню даже, где она была зарегистрирована. Я завел туда 300 долларов, и там был третий метатрейдер. То есть даже не четвертый, а третий метатрейдер. Я даже помню третий метатрейдер, как он выглядел, но он недолго просуществовал, потому что на его смену пришел уже четвертый после этого. И я помню, что я свои первые 300 долларов, которые я завел, а для меня это была тогда достаточно серьезная сумма, я их потерял. Пробовал, потому что торговать, я не понимал вообще, что такое торговая система там и так далее, и как-то знания из книги я даже не пытался применять. То есть потом я сидел на демо-счетах, потом я пробовал какие-то другие стратегии применять, да, потому что, ну, как-то мне это что-ли показалось сложным или как-то так. Так, и в 2008 году я получил первый профит на финансовых рынках. Я помню, что, да, там был кризис, да, кризис, там рост доллар, я на росте доллара зарабатывал, причем я использовал стратегию, которую я вычитал в журнале Forex Magazine, по-моему, сейчас даже есть. Это журнал, который выходит в PDF-ке, ну, или сайт там есть отдельный, я уж не помню. Я давно на этот сайт, кстати, не заходил. Там была стратегия достаточно популярного трейдера, трейдер-женщина, причем Кэти Лин. Вот, она использовала, точнее, предлагала использовать в качестве индикаторов MACD и скользящие средние. Вот, то есть там нужно было ловить вот это пересечение, как вот сейчас помню, там нужно было отчитывать какие-то 5 баров или 5 свечек, просто пересечение там нулевой линии на MACD и потом уже смотреть за развитием событий по скользяшкам и пытаться там по ним... Ну, то есть тебя практически ввели в сторону от твоих индикаторов Белой Вильямса, аллигатора, алисома, и ты все-таки вернулся назад. Да, просто в 2008 году, с чего я заработал, потому что я начал вот это все перечитывать, начал все перечитывать, и у меня так какое-то прозрение такое произошло, опа, тренд. То есть я начал задумываться о том вообще, что такое тренд, что существуют тренды, это раньше где-то слышал, а тут начал понимать, что существуют там трендовые индикаторы, вот можно трендовые, использовать трендовые индикаторы. И когда я получил первую прибыль, причем я осознанно заходил со стоп-лоссом, с расчетом риска, правда риски у меня были достаточно завышенные, то есть если у меня было 1000 долларов на счете, я ее превратил в 5, то надо понимать, что заходил я с риском где-то, ну, процентов, наверное, 20-30 от депозита. Вот, естественно, потом произошел откат, произошел откат, что понятно, что или мне повезло так, что на трендовом рынке эта система работала, потом он закончился, и я начал терять, я начал пробовать какие-то другие стратегии, тогда, получается, еще был такой период, меня сократили, я работал, я работал в автоцентре, я продавал автомобили японские с тремя лепестками, вот. И, короче говоря, была такая история, что у меня был даже коммуникатор, я вот сейчас его не найду, у меня был коммуникатор на Windows Mobile, я в рабочее время туда даже заглядывал и совершал сделки, было 2G уже в это время, и, соответственно, был мобильный интернет, и все это вот так вот работало, то есть я с этого коммуникатора совершал сделки, то есть в таком мобильном пространстве, а потом, соответственно, когда меня сократили, я пытался что-то делать, сидя за компьютером дома, но у меня получалось сильно хуже, потому что и тут я понял, что когда ты постоянно имеешь доступ к этому графику, начинается рукоблудие, то есть начинаются вот эти вот, а давай зайдем сюда, давай зайдем туда, и вот так. Ну, то есть 2008 год, ты говоришь, да, это как раз, то есть немного времени прошло от твоей первой сделки до тех, которые стали реально приносить доход, получается. Да, 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 но потом очень много времени ушло на то, чтобы восстановиться вот после тех потерь. Я как бы сохранить заработанные деньги, я их смог, но не полностью. Вот, и потом получилось так, что у нас, тогда я жил в Нижнем Тагиле, ну, как я, в принципе, родом из Нижнего Тагила, в Екатеринбурге живу уже 10 лет. Тогда у нас в Нижнем Тагиле открылся офис одной известной компании, ну, естественно, я не буду ее называть, и я пошел туда на разведку, ну, типа на работу. Ну, потому что там, понятное дело, как туда принимали на работу, и кто так делал, я туда пришел как бы на работу. Вот, и что получилось? Получилось так, что я действительно стал там работать в офисе, потому что, ну, я в этом во всем разбирался, и люди, которые там были, они поняли, что, да, я могу обучать, что я могу рассказывать о финансовых рынках. И получилось так, что, да, где-то какое-то время я в этой компании поработал, потом шел в другую компанию, вот, где работал преподавателем до 2015 года даже. И с 2015 года, соответственно, ты занимаешься своими проектами? С 2015 года я занимаюсь своим проектом, хотя этот проект я начал еще в 2012 году, вот, параллельно. То есть я начал делать какие-то ролики, и вот когда, 2 ноября моему проекту было 8 лет. Я обычно в этот день провожу стрим на своем канале, и вот мы это и делали. Александр, слушай, получается, что все-таки твоя основная база знаний, вот, я просто прекрасно не раз с тобой общался уже, было много совместных видео, и я знаю то, что ты преимущественно делаешь акцент именно на школу трейдинга Билл Виллис. Да, да. Это прям основа для тебя теперь, да? Я просто к этим методам вернулся в конце 2009 года только лишь. Я вспомнил, что, ага, я вот тогда, 4 года назад, в 2005-м, я первый раз прочитал эту книжку. Я пробовал что-то из этого применять по принципу, а, сам разберусь. Не надо мне там каких-то подробностей, что там открыл график, я сам разберусь, нет проблем. Вот, и в 2009-м году я снова к этому вернулся, тоже благодаря одному человеку. И потом произошло так, что я переключился полностью на эти методы, и я просто в них вник, вник в то, что действительно там в основе вот эти волны, и что все эти три книги, первый торговый хаос, новое измерение там, и третья книга, это просто эволюция одного метода. Потом произошло так, что я какое-то время применял эти методы то успешно, то безуспешно, то опять начинал в чем-то путаться, а потом опять как будто приходило какое-то прозрение, и я снова вот открываю рынок и все понимаю, то есть читаю его как открытую книгу. Потом опять что-то перестало. Ну, иногда у трейдеров, у тех, кто очень долго смотрит на графики, там происходит выгорание, что называется, глаз замыливается, и плохо что-то видно. Ну, в этих случаях я просто переключаюсь на что-то другое, начинаю смотреть больше таймфрейма, меньше торговать, меньше совершать сделок. Но скажу так, что книжками все это дело не ограничилось, потому что я пробовал торговать обратные пирамиды, то есть то, что совершают, если про основные проблемы этого метода говорить, особенно про тех людей, которые читали только книжки, что происходит? Они пытаются строить обратные пирамиды. Хотя в книгах, в принципе, в методике, вот в этой школе там же дается четкое, ступенчатые этапы развития трейдера, как бы ты должен по ступеням идти, то есть сначала там начинаешь с одной сделки, то есть какую-то одну сделку совершаешь, ставишь стоп, там понятное дело, что ты заходишь с рисками. Понятно, что в книжке про риски не написано, и у многих обычно складывается ощущение, что Билл Вильямс, Билл Вильямс, он писал, соответственно, про то, что там надо чуть ли не половины депозита заходить в рынок. Естественно, это не так, потому что многие подробности, они ко мне уже пришли после того, как в 2018 году я взял персональный коучинг у его дочери, которая продолжает его дело по сей день, потому что Билл, к сожалению, от нас ушел в 2019 году, в мае его не стало. И вот его дочь, она уже, ну сколько ей лет, 50, наверное, с небольшим, она с ним торговала со своих 19 лет. Когда ей было 19 лет, она закончила медицинский колледж и хотела, в принципе, работать медсестрой. Но потом она поняла, что помогать людям можно и по-другому, то есть не обязательно за ними ухаживать. Да, слушай, я это, кстати, по-моему, читал в одной из его книг. Он делал на это акцент, про то, как он интересовал дочь. Вопрос вот тебе по горячим следам. Я, на самом деле, тоже фанат Билла Вильямса. Я считаю, что в плане технического анализа вообще его школы, она просто великолепная. И вот у меня, как, наверное, человек, который не так углублялся, как ты, в анализ его торговой системы, всегда Билл Вильямс ассоциируется с тремя вещами. Это аллигатор, это фракталы его, это индикатор, как переводится, обалденный осциллятор, овесом осциллятор. Осциллятор. И смотри, у него еще была очень хорошая, крутая разворотная формация, которую он называет ангуляция, по-моему. Вот как раз все эти вещи, которые он описывал в книге в плане того, чтобы зайти по обычным рискам, как раз они сводились к тому, что ангуляция очень редко возникает на рынках, особенно на довольно таком размашистом таймфрейме. И вот когда эта ангуляция появляется, там тень, противоположный цвет, угол там рисуется определенный, тогда 100% прям нужно заходить. Вот для меня что такое Билл Вильямс. А ты вот сейчас говорил про волны. Это что-то новое? Или это для тех, кто реально уже разобрался во всех индикаторах и увидел суть школы Билла Вильямса? Я просто про волны не припоминаю, что там было. Ну, смотри, в первом торговом хаусе, если мы его откроем, вот он у меня лежит на столе прям. А, я, наверное, все-таки про эти индикаторы во втором торговом хаусе считал. Вот да, вот да. Смотри, какая проблема возникает. Сейчас, в основном, если мы открываем какие-то интернет-магазины книжные и хотим купить торговый хаус, нам всегда предложат второе издание. Во втором издании про волны не сказано ни слова вообще. Ну, может быть, где-то там два предложения есть. И вся суть сводится к тому, что эти книги, они идут в определенной последовательности. То есть, если он в первом хаусе про волны писал, это не означает, что он перестал их применять, когда написал второй торговый хаус. Вот, смотри, вот видим книжку, трейдинг хаус. Вот здесь как раз таки видно, нет? Да. Видно, да? Про волны лёда. Есть, да? То есть, я говорю, это к чему? К тому, что первый торговый хаус, во-первых, в русской версии его в бумаге не купить. Его можно найти только в интернете, в ксерокопии, ну, в смысле, сканы там, в PDF-ке и так далее. И даже на Амазоне, вот в американский сайт, да, где я купил эту книгу, она, я её не нашёл в новую. То есть, эта книга поддержанная пришла. Она без суперобложки, здесь должна быть суперобложка. Вот. Это к тому, что многие этот момент просто упускают. То, что в первой книге было про волны, и потом в новых измерениях про волны уже не было, во втором торговом хаусе про волны уже не было. То есть, в новых измерениях там появился аллигатор как раз, АО, AC и так далее. А во втором торговом хаусе ни про волны, ни про AC даже уже нет. Вот. Поэтому это эволюция просто одного метода, и не надо, скажем так, думать так, что эти волны, они не применяются. Как раз-таки без волн это все перестает иметь смысл и перестает работать. Да, вот то, что ты говоришь по поводу ангуляции, существует проблема, называется удлинение волны. И тогда, да, там может быть ангуляция, может быть бар, но там, во-первых, нужно видеть приседающего еще, да, там нужно видеть бар, который описывал, описывались бары, я не помню, во втором хаусе это было, или нет, но там, в общем, он предложил вот такую схему, где как раз-таки бар делится на три части, да, то есть верхняя часть, потом средина и нижняя часть. Если у нас, сейчас я даже покажу, вот, вот прям в книжке, да, вот бар, он делится, получается, на три части, то есть если у нас идет верхнее закрытие-открытие, это достаточно сильный сигнал на покупку, это достаточно сильный сигнал на продажу. Вот, если там возникает еще и приседающий, если помнишь, там получается, это приседающий, это там, где приходят объемы, и эти объемы не поддерживаются движением. Ну, это примерно как в ВСА, вот Volume Spread Analysis используется, да, вот это практически то же самое, индекс облегчения рынка, Market Facilitation Index, то есть там просто сравнивается наличие нового объема и отсутствие движения цены. То есть если там цена уходит в узкий диапазон, но объем при этом нарастает, они назвали это Squad Bar, то есть приседающий, то есть как будто рынок приседает перед каким-то скачком. Так вот, как правило, вот этот бар, я его называю дивергентный бар, потому что в оригинале он называется Divergent Bar, вот, и он как раз таки образуется на дивергенции, и вот там появляется ангуляция, и вот тут вот все, собственно, звезды-то и сходятся. И плюс, если мы еще волны добавляем сюда, у нас получается достаточно интересная система, где мы можем находить точки входа с низким риском, это вот не стопроцентный вход, что многие интерпретируют так, что как будто надо там, не знаю, половиной депозита туда заходить. На самом деле это не так. То есть здесь просто нужно понять для себя комфортный риск, это один, два процента, там полтора процента, какой будет вот конкретно для тебя комфортный риск. И таким риском туда и заходить. Со стопом, то есть с отложенного ордера, чтобы тебя рынок сам открыл. Что-то не ты туда заходил раньше времени. Слушай, вот у меня вопрос назрел по поводу того, что ты сказал, ты прошел обучение у его дочери, которая сейчас как бы подхватила вот эту школу profitability, интересность. Profit unity. А, точно. Profit unity. Это от слова profit и opportunity, возможности. Да, 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 точно. Дорого это обучение стоило? Смотри, первое, что я сделал, я взял у нее персоналку. Это прям один на один, да, по скайпу? Прямо один на один. Ну, не по скайпу, там другая система, даже не зум, там не помню, как она уже называлась. Ну, суть одна и та же. Смысл в том, что она просто показывает свой экран, можно с ней общаться, там задавать ей вопросы, и она на них отвечает прям голосом. Но голосом сильно хуже для меня, потому что, ну, я не настолько практикую постоянно английский, чтобы свободно голосом говорить, да. Стоило это 1200 долларов за, внимание, 8 занятий по 20 минут. То есть занятие длится 20 минут. Потом, соответственно, я подумал, а почему? Вот первое занятие, я-то рассчитывал до того, что сейчас вы будете в беду 40, там, ну, час, ну, как обычно, общаться, там, долго. 20 минут проходит, она такая, говорит, Ицова, все. То есть, и когда говорит, у нас сейчас уже следующий ученик, я могу там выделить тебе еще 5 минут, и мы на этом заканчиваем. Я у него спрашиваю, а сколько длится занятие? 20 минут. А ты этого не знал, да, когда? Я этого не знал, я даже не мог предположить, что такое возможно. 20 минут вот эта сессия длится. Дорого время стоит у человека, все-таки миллионер, и рассказывается. Очень, очень дорого. Слушай, ну, а крутые вещи были, о которых она рассказывала, или это просто? Да, 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 я этого вообще не знал, даже не мог предположить. Там, например, мы рассматривали характер рынка, то есть ни в одной книжке, даже в курсах, которые стоят 3000 долларов, вот по этим книгам, этого нет, потому что, ну, это надо объяснять, это надо вот показывать прям сам график, и вот это объяснять. То есть она обратила мое внимание на характер движения цен. То есть она сказала, вот посмотри, вот мы взяли там нефть, вот здесь вот такой характер движения, вот тут вот такой характер движения, где там она росла. И если там постоянно цены пересекают линии баланса, ну, вот аллигатор, это уже там коррекционный рынок. Либо там, либо она мне еще рассказала одну фишку про волну B. То есть если, она говорит, что если вот цены постоянно пересекают линию баланса, то это очень характерный признак для волны B. Она говорит, а, еще использовала такую метафору, которую я вообще запомнил, она вошла в, у меня вообще засело в голове конкретно, она сказала, типа, wave B, be careful, be, а, как, be sting, как жалоб пчелы. Вот. И я это запомнил практически вот уже на всю жизнь. Вот. Но этим дело не ограничилось. Дело в том, что я до сих пор у нее в поддержке нахожусь. До сих пор. Человек, который прошел обучение, как бы... Человек, который прошел обучение, я взял email-поддержку, на год это стоит 800 долларов. И это уже второй год. А, ну это, то есть, совсем недавняя история, да, получается? Это совсем недавняя история, то есть, второй год email-поддержки я взял вот буквально на прошлой неделе. Ага. Вот. Слушай, вопрос еще. Не было ли такого, что она могла прокомментировать как бы курс и то, о чем писал ее отец? В формате, что сейчас рынок изменился, и это уже не работает. А вот, ну вот я имею в виду вот эти фракталы и так далее. Там было дело не про фракталы, потому что фракталы, она в принципе не торгует. Она не торгует про фракталы, либо делает это крайне редко. Она торгует непосредственно в дивергентный бар, потому что в этом случае вот это отношение риска к доходности, оно становится... Ну вот это основной параметр, как бы в любой системе, я считаю, от не количества прибыльных и там убыточных сделок, а именно сколько мы, какое отношение берем по отношению к риску. Там один к пяти, один к семи, там один к десяти и так далее. Она прокомментировала один интересный момент, который как раз-таки в первой книжке написан. потому что я общался как-то с одним товарищем, у меня был товарищ, с которым мы вместе торговали. Ну, потом как-то по идейным соображениям мы, скажем так, наши пути-дорожки разошлись. Вот, потому что он-то как раз понял все буквально из этой книги, из первого торгового хаоса. И он открывал... Там сказано про что? Что нужно волну открыть в масштабе 140 баров. То есть подобрать таймфрейм таким образом, чтобы от начала до завершения импульса было от 100 до 140 баров. И вот в этом случае мы увидим максимальное АО, вот почему он так и называется, осен-осциллятор, мы максимальное АО увидим в третьей волне. То есть именно в третьей волне. И дивергенция у нас появится между третьей и пятой волной. И при этом, если мы правильный масштаб берем, вот этот, это называется правильный масштаб от 100 до 140 баров, у нас будет пересечение, как он называется, minimal requirements for wave 4. То есть для волны 4 у нас будут минимальные требования это уход через 0 АО. Это написано в книжке. Когда мы на практике с ней начинаем разбирать импульсы, я ей говорю, вот здесь не было ухода через 0, значит завершилась только третья волна. И мы можем, ну, типа ожидать волну 4 и потом еще волну 5. И вот этой волны 5 не случается. Потому что то, что мы до этого приняли за пятую в третьей, оказалось пятой волной всего импульса. Импульс заканчивается, благополучно разворачивается вниз. Поэтому как раз-таки не то, что не работает, а возможно это было не очень как-то написано, что минимальные требования для волны 4 это уход там вот через 0. Я могу даже, в прошлый раз просто просили открыть экран и показать, я могу открыть экран и показать. Мне пришлось на эту тему даже записать ролик, потому что, получается, я пытался заходить в эту самую предполагаемую, пятую волну, но при этом у меня были, естественно, посчитанные риски, и я получил там пару коротких стопов. И обычно я ситуацию такую до трех стопов отрабатываю, как она мне в принципе и советовала делать. Так вот, вот это, то, что было написано в книге, и то, что на реальном рынке присутствует, это не всегда нужно воспринимать за истину. И буквально, да. Потому что бывают разные ситуации, и обычно в таких ситуациях она рекомендует смотреть на старший таймфрейм, а что там происходит. У вас заходишь, там, допустим, параллельный аллигатор, что говорит о... Вот, кстати, параллельный аллигатор, да. Это тоже, по-моему, в новых измерениях про это было написано. И мы это неоднократно с ней тоже обсуждали. Это о чем говорит? Параллельный аллигатор, это значит, что вот этой ангуляции нет, то есть вот этого угла. Ангуляция же слово англ, угол. И, соответственно, его нет, это признак продолжения. И, как правило, вот на этих, на текущих даже рынках, где есть удлинение, то есть импульс постоянно удлиняется, удлиняется, стоит, допустим, с дэйли в неделю уйти, или, допустим, если мы в четырех часах в день уйти, мы увидим там где-нибудь параллельный рынок, а мы пытаемся уже против этого рынка заходить. И получается, что нам надо идти по тренду. Потом, ну, что еще нам... А правильно я понимаю, что вот твоя торговая система, она как раз основана на том, что ты почерпнул вот у нее? Или ты что-то свое добавил? Абсолютно. Именно так и есть. Просто Билл очень любил это слово. Он во всех курсах так говорил. Вот. Конечно, да, обязательно. Потому что я это все использую по полной программе. Я тоже не люблю торговать фракталы. И я понял, что единственное место, где можно прорыв фрактала торговать, это когда есть первая волна, откат во второй, и мы на прорыв первой волны или максимума первой волны или минимума второй волны встаем отложкой. А в этом случае стоп надо ставить за минимум второй волны. То есть вторая волна уже должна сформироваться. И вот тогда мы можем получить вот такой низкий риск. Естественно, я это все использую. Слушай, а какие вот инструменты ты предпочитаешь в применении вот этой практики, теории от Вильямсов? Вот у них все-таки был акцент на рынок акций, на облигации. Ты это адаптировал к Форексу? Дело все в том, что в 2008 году они давали интервью журналу Stux & Commodities. Я его перевел. Перевод есть у меня на сайте. В общем, смысл в чем? В том, что Justine, она short-term трейдер, то есть она торгует внутри дня. Вот. А Билл, он торговал именно в долгую. То есть он любил торговать именно в фондовые рынки. Justine же, она не торгует в фондовые рынки. Она торгует индексы внутри дня, она торгует валютные фьючерсы. Как раз таки то, что мы видим на форексных графиках, евро-доллар, фунт и так далее, и так далее. Вот это все она торгует внутри дня в виде просто валютных фьючерсов на CME. Вот. Я как-то контактировал с ее брокером, ну, просто поставил демку себе. Ну, брокерс, да? Нет. CQG. Красно. Вот. Это компания, которая тоже очень давно на рынке, то есть она не такая, вероятно, известная, но смысл в том, что там больше 20 лет. Вот сколько они пишут там про Мелоди Бейкер у себя в книге. Я с этой Мелоди Бейкер контактировал по электронке, она мне открывала демо-счет и на две недели. Я потом еще попросил на две недели продлить. Она до сих пор работает в этой компании. То есть если это было в книжке написано 20 лет назад, то она до сих пор там работает. Вот Мелоди Бейкер можно написать, и она даст доступ к этой платформе. Платформа, конечно, неудобная. Там за индикаторы только, за их индикаторы 100 долларов в месяц надо платить. Вот. Ничего себе. И, ну, я уж не говорю про то, что сумму там нужно иметь приличную при этом. То, что там комиссии же, это же все, за поставку котировок, там еще деньги платятся. Потому что, ну, это валютный фьючерс. А как ты относишься к криптовалюте? Криптовалюты? Криптовалюты вообще через эти методы, через призму этих подходов можно любые рынки увидеть. Вот любые рынки. Я смотрю через эту платформу, точнее, через этот подход и российский фондовый рынок, и криптовалюты, и биткоин вот сейчас хорошо смотрится. Там все прекрасно видно и что происходит в текущий момент. Вот. Крипту, какие-то альткоины тоже мне обычно бывают, я сам их, конечно же, не торгую. Биткоин я иногда, иногда торгую. Причем через Амаркетс, потому что здесь очень прикольный спред такой по биткоину. Вкусный спред, то есть он прям вот какой нужно. Смысл в том, что альткоины тоже просят посмотреть, но там бывает очень мало истории, то есть для данного метода критично, чтобы истории было побольше. Особенно, если мы какие-то глобальные тайфрэмы смотрим. Конечно, все эти паттерны, потому что там смысл-то идет в чем? Что мы от паттерна берем вот эти сигналы, там дивергентный бар, фрактал там и так далее. Наша задача, как правило, в импульсную волну заходить, потому что торговать коррекцию это вообще не вариант. Так вот, альткоины, да, их можно увидеть паттерны, увидеть паттерны у них хорошие, где-то вот примерно там дневные графики брать, если 4 часа, час там и так далее. Вот там можно что-то увидеть, разглядеть эти паттерны, от них взять сигналы, это не проблема. Слушай, на твоем сайте вот нашел интересную инфу, сейчас в моменте прям. Моя миссия сделать трейдинг понятным для людей с доходом от 100 до 500 тысяч рублей в месяц. то есть, ну, все буквально как написано, да? Да. Так, знаешь, какой вопрос хочется задать? Именно ты прошел действительно большой уже путь, самая большая прибыль вот за этот долгий путь, который ты топаешь на финансовых рынках при школе как бы Билла-Виллинса. Самая большая прибыль в процентах или в деньгах? Наверное, в деньгах, если хочешь, если есть чем похвастаться, можешь сказать. Ну, можно и в процентах. Ну, да, где-то в году, так, в 2015 мы тут сделали где-то примерно 400 тысяч. Я уж точно не помню, но у нас было 400 тысяч рублей, я имею в виду. Вот. Это была самая большая прибыль, которую мы сделали с моим товарищем, когда еще мы вместе торговали. Вот. Потом просто раз он занимается бизнесом, он ушел дальше в бизнес. Это было в 2015 году. У нас был счет на 2 миллиона и мы сделали... Не на рубля случайно? Нет. Там были разные подходы, то есть разные сделки. Был фунт, был евро-доллар. Вот так. А вот это вот ковидное время, которое сейчас и вообще кризис 20-го года как-нибудь повлиял на трейдинг, на вот эту систему, на вот эту школу, на твой подход. Может быть, рынки стали более предсказуемыми? Не то, чтобы более предсказуемыми, вообще философия самого подхода в том, чтобы не заниматься гаданием и следовать за рынком. То есть Билл Вильямс, он же всегда обращал внимание на то, что давайте следовать за рынком, давайте вот идти за рынком. Да, рынок становится более волатильным в такое время, и в некоторые периоды получается, что мы находимся либо в сложных каких-то коррекционных волнах, взять золото, например, либо мы удлиняем импульс. То есть импульс постоянно удлиняется, удлиняется, и для человека, допустим, который пытается зайти против тренда, это некомфортно будет, естественно. И поэтому обращая внимание на такой тренд, можно просто с меньших интервалов брать вот эти точки входа в виде того же самого дивергентного бара в направлении этого тренда. Это более логично. Просто нужно рассматривать более меньшие временные структуры для этого. Тут не получится так, что мы, допустим, сидим в дневном графике, и только в дневном графике мы будем торговать. Этот подход, кстати, Вильямс применял на акциях. То есть он брал большое количество акций и торговал 20 минут в день. То есть он утром просто все графики просматривал, находил сигналы, паттерны и так далее. То есть у него выбор при этом был большой, и ему не приходилось менять таймфреймы. А если мы берем не акции, если мы берем валютный рынок, если мы берем золото, даже нефть, биткоин и так далее, то в этом случае, и у нас есть ограниченный портфель, которым мы торгуем, то есть допустим 10 инструментов, которые мы просматриваем, то тогда, если мы имеем такой набор инструментов, мы можем переходить на внутридневные графики, то есть на 4 часа, на 2, на 1 час там и так далее. И вот эти таймфреймы, они в этом подходе, они постоянно меняются. Вот за счет этого, потому что в одно время мы можем видеть красивые вот эти паттерны в одном таймфрейме, в другое время там в другом таймфрейме, в зависимости от того, какой рынок у нас там на старшем графике и так далее. И вот в этом случае, да, мы можем попасть в ситуацию, когда у нас будет достаточно количество стопов, да, то есть мы можем там и 3, и 4, и 5, и 6, и даже 10 стопов подряд получить. Но все зависит, я считаю, непосредственно от самого трейдера, а не от системы. Потому что тут на днях просто мне написали комментарий, Александр, а вот как так, вот ваша система, ну или там система Вильямса, она будет вот работать, то есть какое количество там у вас прибыльных сделок, там какое-то там количество, а у самой системы, да, какая статистика даже у Джастин Вильямса меня спросили. Я ответил на этот вопрос таким образом, что тут же дело не в самой системе, а в трейдере. Потому что если трейдер реагирует на какие-то другие сигналы, или у него там настройки мышления в голове поменялись из-за, например, того, что он там пошел в просадку, например, и ему нужно из этой просадки выбраться, это такой момент. И, соответственно, меняются при этом настройки мышления, остановятся, замыливаются в глаз уже, как говорится, в гора не наступает, и так далее. Много есть таких моментов, которые не очевидны, и тут сама система, она абсолютно ни при чем. Это все зависит непосредственно от человека, как он эти сигналы воспринимает, как он интерпретирует рынок, и так далее. Но с этим я с тобой согласен, то, что какую бы школу ты не освоил, все равно нужно так же думать и своей головой, все это адаптировать на реальную ситуацию, соблюдать правила риск-менеджмента. Очень много, на самом деле, параметров и водных, но никто не говорил, что быть успешным профессиональным трейдером это просто. Нет, это не просто. Конечно, это не просто. Почему ты выбрала маркет качество партнера? Почему я выбрала маркет? Ты имеешь в виду партнерку или трейдинг? Площадку для реализации торговых идей? Во-первых, меня заинтересовали счета ECN. Я вижу, что здесь низкий спред, я посмотрел, что да, есть комиссия, окей, но мне проще заплатить комиссию, чем попадать на такие ситуации, потому что я торгую отложенными ордерами, когда у меня ордер раньше времени не срабатывает из-за вот такого большого спреда. Поэтому это интересное предложение, когда у меня сейчас я смотрю спред по евро-доллару получается 0,2 пункта. Это очень, скажем так, хорошо для меня. Тебя привлекли торговые условия. То есть торговые условия, да, конечно. И наличие пятого метатрейдера, потому что я к нему привык. То есть я даже написал все индикаторы точно так же, как у моего коуча, как у Джастин Виллимс. Все точно так же. То есть есть там и приседающие бары, которые красятся прямо на графике. Есть АО, есть вот эти точки под дивергентными барами. Скажи, пожалуйста, а вот те, кто проходит обучение у тебя, ты с ними впоследствии поддерживаешь общение, связь, вы как-то делитесь точками зрения относительно происходящего на финансовых рынках или как бы уходит в свободное плавание и все? Да, у меня есть группа, где после того, как мы поработаем в персональном коучинге, человек еще находится в течение года. То есть я, конечно же, интересуюсь результатами. Кто хочет эти результаты озвучить, тот говорит. потому что не все люди готовы рассказывать о каких-то своих финансовых вот этих делах. Деньги либо тишину, согласен. Да, да, да. Тут такой момент. Я задавал такие вопросы, но я вижу, что не все на них реагируют, потому что и тут сложно понять, у кого хорошо дела, у кого не очень. Но мне эта обратная связь, она всегда важна. По той простой причине, что я могу что-то подсказать, могу дать какой-то совет относительно того, что делать дальше. Потому что я сам через это все прошел, а через психологию трейдинга, потому что я работал не только с Джастин Вильямс, я еще работал с психологом, с психоаналитиком имеется в виду, по той же простой причине, что есть некоторые моменты в плане психологии, которые нужно корректировать. Вот, и мне стало гораздо проще после того, как я понял, что такое эмоциональное решение. Мне мой психолог, она, кстати, не просто психолог, она психиатр по образованию, с высшим образованием психиатрическим. Скажи, пожалуйста, а вот как раз вот эта твоя практика психологии, это, знаешь, я подвожу к вопросу, как человек эмоционально стабильный, трейдер, работает с просадкой. Вот какую-нибудь рекомендацию ты можешь дать тем, кто оказывается в просадке и слакивается с решением, знаешь, пойти вот на поводу той ошибки, которую совершают 99% трейдеров, это дает просадке расти, потому что абсолютно уверены, что рынок развернется, и они отыграются. Как работать с просадкой? Дело в том, что я сейчас нахожусь в просадке, и я абсолютно спокоен, по той же простой причине, что у меня уже был такой опыт, и это у меня, наверное, примерно третий такой опыт, когда я пришел вообще к системному трейдингу, потому что до определенного времени я торговал не системно, и мне знакомы такие ситуации, когда у меня нет стопа, и там куда-то цена идет против меня, и я пытаюсь ее усреднить или еще что-то сделать. Я таким образом не торгую очень давно, и у меня абсолютно системная торговля с расчетом риска на сделку. Что я делаю и что я могу посоветовать? Первое, это не нарушать план. Ни в коем случае не нарушать свой торговый план и не нарушать риск-менеджмент. По той же простой причине, что если, допустим, вы продолжаете совершать сделки, даже если вы выбились из системных входов каких-то, которые вы раньше совершали, и они приносили вам какой-то профит, вот эти как раз такие ситуации, там 1 к 5, к 7 и так далее, задача вернуться именно вот к такой системной торговле. Как правило, для этого можно еще выдержать паузу, и не помешает, если выдержать паузу, а не сразу все это делать, потому что нужно дать эмоциям, если до этого у вас были какие-то эмоции, и вы на эмоциях насовершали каких-то сделок, которые привели вот к тому, что у вас есть, нужно эти эмоции утилизировать, то есть их нужно убрать, потому что вас к тем результатам, которые у вас есть, вот к этой просадке привели, вероятно, эмоциональные решения. Эмоциональные решения – это то, что у себя нужно уметь отслеживать, то есть когда есть какие-то эмоции, которые зашкаливают, которые прямо сейчас надо куда-то зайти и так далее. Я с этим знаком, я через это проходил. Эти эмоции нужно сбросить. Либо в таких состояниях не принимать решение, потому что оно будет неверным однозначно. На 99% это будет просто неверное решение. Мой психолог всегда приводит в пример такой кейс. То есть когда в компанию по доставке пришел человек определенной наружности и, соответственно, предложил курьеру в 10 раз больше за доставку посылочки. И, соответственно, курьер, который был подготовлен, который проходил такое обучение, он от этого заказа отказался. Потому что в итоге там оказались определенные вещества. И, соответственно, у того курьера появились проблемы, которые этот заказ взялся доставить. Пытаясь заработать больше, чем нужно. Вот это называется эмоциональное решение. Поэтому я всегда, зная этот кейс, я себя как бы контролирую, то есть держу в осознанном состоянии и понимаю, что сейчас, допустим, у меня есть определенные эмоции. И я приму решение неверное. То есть это решение, оно не будет мне на пользу. Оно не принесет того результата, который я бы хотел. Вот так. То есть все нужно решать. Любые вопросы нужно решать в спокойном состоянии. И даже совершать сделки нужно в спокойном состоянии. Именно поэтому, кстати, Джистин мне советовал слушать спокойную музыку. Во время торговли. Вот так, кстати, на этой ноте хотелось бы перейти. Вот буквально только что вот так пристал твой профиль в Инстаграме и увидел фотку с пультом для диджея. То есть это твое хобби, да? Я так понимаю. С недавних пор, да. Это мое хобби. И я попробовал. Честно говоря, было следующее. У меня жена обычно спрашивает, что тебе подарить на день рождения. Недавно мне исполнилось 40 лет. 24 октября. Вашло. И я сначала хотел экстремальное вождение. Потом я наткнулся на рекламу школы диджеинга. И мне нравится электронная музыка. Я решил попробовать. То есть я пошел в школу диджеинга. И, в общем, подарком на мой день рождения был месяц занятий в школе. И я уже там прошел 4 занятия. У меня была вот вчера была практика. Это тоже определенный навык, кстати, который с трейдингом имеет нечто общее. Поскольку там нужно настроиться на ритм. Иметь определенный слух, чтобы свести трек таким образом, чтобы попасть в ритм. Ну, в бит. И это требует терпения. Точно так же, как и трейдинг требует терпения по полной программе. По той же простой причине, что без терпения в трейдинге ничего не получится. Так же, как и в музыке, не будет результата. То есть красиво не выйдет. Поэтому я считаю, что учиться чему-то новому – это формирование определенных связей, нейронных связей в голове, в головном мозге. И, скажем так, это поддерживает тебя в тонусе, и это позволяет, скажем так, иметь некую такую жизненную энергию, которая, даже если ты уходишь в просадку, даже если у тебя что-то не получается, ты знаешь, что за черной полосой всегда придет белая. Слушай, это прям точно. То есть в данном случае хобби – это… наличие хобби у трейдера – это спасение эмоциональное. Да, да, да. Голова отключается вообще. То есть я вчера два часа играл, и… Блин, было круто. Просто я не думал ни про свои сделки, ни про трейдинг. То есть я полностью отключился, разгрузил голову и пошел дальше заниматься своими делами. Здорово. Ну и, наверное, последний вопрос, чтобы тебя больше не задерживать, это… Знаю, что ты не любишь делать прогнозы относительно того, что с рынками может быть, предпочитаешь работать в моменте с тем, что есть. Но все-таки, как ты думаешь, чем могут удивить рынки еще под конец года? Если говорить про валюту, про золото, я думаю, золото может упасть еще. То есть все… вот многие там ждут. Я даже знаю инвесторов, которые покупали ETF на золото. Но я думаю, что золото может снизиться, вероятно, даже в район… Сейчас мы тут сетку прикинем. Есть вероятность снижения в район где-нибудь 1700. Ну, то есть еще на 10% примерно. Да, да, да. Потому что сейчас формация рисуется здесь на графике, такая на дневном особенно, которая больше напоминает коррекционный паттерн, который еще не завершен. Что интересного, допустим, по S&P… Вот если S&P смотреть, мы обновили исторические максимумы, но не исключено, что это неправильная коррекция. То есть мы можем снизиться куда-нибудь в район 3200, вот примерно так, может чуть пониже даже. Ну, а по доллару, соответственно, рост, правильно? Если золото снижается, по индексу доллара. По доллару, по индексу доллара, индекс доллара у меня не открыт, но вот по евро могу сказать, что скорее всего… Ну, индекс доллара, кстати, с евро-долларом коррелирует очень сильно. Потому что основа индекса… Да, конечно. Это где-то 1.14, 1.15, 1.14.80, может быть даже 1. Слушай, ну вот такие серьезные прогнозы, я бы даже сказал, из духа САКСа банка, когда они любят кошмарик рынки, то есть каким-то чудовищным движением, до конца года полтора месяца, но серьезный обвал по золоту, скажем так, обвал по евро, то есть на 400 фунтов круто. Ну, по евро-то я рассматриваю все в рамках коррекционного движения, конечно же. Спасибо тебе, Александр. Напоминаю, друзья, то, что сегодня у нас в гостях был трейдер, создатель проекта FX Coach и давний партнер компании Amarkets Александр Котик. Саш, спасибо тебе от себя, от компании Amarkets и от всех тех, кто будет уже просматривать это видео в записи. Информация была точно полезна, я думаю, что многие для себя что-то подчеркнут и придут к тебе, в том числе, обучаться практике биовильмса. Спасибо тебе. Пожалуйста, обращайся.